Селидово Донецкой области под угрозой оккупации. Россияне развешивают реколоры на многоэтажных домах, а западные военные аналитики говорят об отходе украинских войск. В Мариуполе проводят масштабные проверки местного населения. На Донеччине армия РФ убила четверых украинских военнопленных. Это итоги 24 октября от команды новостей Донбасса. Я Екатерина Ковальчук и мы начинаем. Второй день подряд аналитики проекта Дипстейд фиксируют продвижение российских войск возле Селидова Донецкой области. Похоже, ситуация за сутки значительно изменилась и не в лучшую сторону для украинских войск. Со вчера в российских телеграм-группах стали распространять ролики, на которых оккупанты вывешивают реколоры на многоэтажках города. А уже сегодня Z-блогеры пишут о захвате почти половины Селидова. Еще более пессимистичный анализ приходит от аналитика немецкого издания Bild Юлиана Ребки. По его словам, ВСУ отступают. С грустью вынужден подтвердить, что украинская оборона города с некогда населением в 23 тысячи человек рушится. Россияне захватили пятую часть населенного пункта со вчерашнего дня, что стало возможным благодаря масштабному отходу украинских войск. На кадрах не видно боевых действий. Кадры, о которых говорит аналитик, это как раз видео, опубликованные Z-каналами. В это же время украинское командование пока не комментировало эту информацию. Генштаб и Национальная гвардия отчитываются о сдерживании врага на этом направлении. Тем временем, больше информации о ситуации в Селидово дают украинские военные. Боист Станислав Бунятов с позывным «Осман» пишет, что город-оккупанты заходят целыми взводами. Знакомые экипажи FPV говорят, что делают по 100 плюс вылетов в день исключительно по пехоте врага, но все равно не справляются с таким потоком. Враг плодотворно просачивается и проводит рассредоточение по домам и подвалам. Также, по словам украинского военного, пленные, которых успели допросить, сказали, что на штурм Селидова заехали свежие резервы. И согласно докладам их командования, информацию о цели поездки давали ложную. Могу отправляли на территории, которые якобы уже захвачены. Анализировали ситуацию в Селидово за последние дни и в Институте изучения войны. Они геолокцировали кадры с возведением триговора в городе и подтверждают продвижение россиян. Российские наступления на Селидово, а также территориальные завоевания к югу и северу от города вскоре могут привести к тому, что украинские войска будут вынуждены отступить из этого района, чтобы не оказаться в ловушке. Россия вполне может взять Селидово в ближайшие дни, но захват Селидово не предвещает захвата Покровска и, по сути, захват Селидово, вероятно, истощит и измотает российские силы таким образом, что, скорее всего, снизит их боевую эффективность. Мы продолжим следить за ситуацией в Селидово и оперативно рассказывать всю информацию вам в телеграм-канале «Новости Донбасса». Во время боевых действий на территории Украины российские войска совершают военные преступления, не только разрушая города и убивая мирных жителей, но и преступно расправляясь с военнопленными методом казни. На этот раз инцидент зафиксирован в городе Селидово Донецкой области, за который идут ожесточенные бои. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецчины, 6 октября этого года четверо военных национальной гвардии Украины выполняли боевые задачи на позициях в районе города Селидово. Около часа дня оккупационные войска начали штурм укреплений, во время которого захватили нацгвардейцев в плен. Далее представители ВСРФ записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео. На следующий день силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих. Напомним, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Россия совершает его не впервые. Согласно данным, украинская генпрокуратура известно о более чем 100 подтвержденных случаях расстрела украинских военнопленных российскими войсками за время полномасштабного вторжения. Но реальная цифра может быть гораздо больше. Российская армия нанесла два авиаудара по Курахово Донецкой области. Ранения получили два человека, при этом масса повреждений жилого сектора. Это многоэтажные и частные дома. Под огнем также были близлежащие населенные пункты Кураховской громады. Один человек также ранен в Лимане, а в Костантиновке обстрелом повреждены два многоэтажных дома. В оккупированном Мариуполе российские псевдовласти проводят массовые проверки населения. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, происходит тотальная зачистка в Мариупольском районе. В частности, речь идет о Белосарайской косе и поселке Ялта. С запретом передвижения, подворовыми обходами, допросами и обысками в каждом дворе. Со среды начата проверка села Урзуф в аналогичном порядке. Количество задействованного личного состава Росгвардии и неизвестных ранее подразделений от 500 до 1000. Андрющенко отметил, что связано это с военной составляющей и расположенными вдоль Мариупольско-Бердянской агломерации военными базами россиян, где готовят штурмовиков. Сейчас, по словам Андрющенко, они заполнены новыми контрактниками численностью примерно в 5000 военных. Наиболее задействованы полигоны в селах Бахтарама и Куликовская, а также полигон в районе поселка Сартана. А это все на сегодня. Как всегда, ждем ваши комментарии. Поделитесь своим мнением и расскажите о событиях в вашем городе. До завтра. Берегите себя.